Девушки отдыхают Это клуб, где регулярно влаштовываются не только показы, а еще и лекции про историю кинематографа, вечерки на честь премьер, а также встречи с режиссерами и актерами. И какая стоимость? Скажи, есть какой-то определенный взнос? Без чего? Никаких взносов вообще, ничего. Доброе эко вы зарубляет эту идею? Не як. Мы зарубляем, но на самом деле, скорее репутацию, она важна. Но важно внимание к тому, что происходит. Нет миссии воссоздавать зрительскую культуру, которая у нас находится в жутком упадке. Один киноклуб не в силах, но есть такой оазис. Можно туда прийти, как кислородные подушки приложиться. Но если вы хотите так смотреть кино, ничего же не заставляет. Есть интернет, в конце концов, есть куча литературы. Можно прочитать про кино и пойти в обычный шопинг-мольный кинотеатр. Посмотреть там, потому что мы какие-то фильмы прокатные тоже берем. Ну, допустим, выходит, куда Дэвид Кронин. И мы, естественно, будем показывать, почему мы его показываем. Потому что он важная фигура в контексте современного кино. Это надо смотреть. Это как, ну, вот есть литература, которую нужно знать. Ну, чтобы... Сгукой метро Байобойского зараз продавится. Вот 100% в маст хэв. Ну, вот мамочку Ксавье дала она. Ну, если вы любите там авторское кино. По какому критерию вы выбираете фильм? Мы будем показывать фильм Кевина Макдональда «Черное море». То есть это, в общем, такой авантюрный триллер про бывших британских подводников, которые едут, условно говоря, в Украину. И в «Черном море», значит, отыскивают затонувшую немецкую подводную лодку, которая переводила там золото, как бы, золото партии. Суть в чем? Есть режиссер Кевин Макдональд. О нем мало что известно, да, широкому там загалу, да, как это говорится. Вот. И, как бы, важно пролить свет на него. Важно заставить, ну, помочь зрителю посмотреть другими глазами на этот фильм. Узнать, что это за человек, что за ним стоит, да. Он там потомственный кинематографист в четвертом колене, да. Его дедушка, ну, был одним из тех, на котором молятся там сейчас пол Голливуда, да. Там Стивен Спилберг или Скорсезе. То есть рассказать все эти составляющие. Приходит человек и говорит, типа, а вы знаете, мне так понравилось, я так все понял, что я потом пошел и еще четыре раза сходил в кинотеатр. У вас в анкете вказано счет необхидного крема призвища имятого Батькова, еще и вносит и спару деятельности. А на вещь это? Нам самим интересно, кто ходит. Ходят люди из медиа, да? Ну, то есть ходят там ведущие, музыканты. Ну, в основном, которые в этом работают. Да, актеры. Слава Вакарчук ходит, вот ему интересно смотреть кино, он там просит каждый раз там, а можно ли там смотреть, допустим, как бы титрованные фильмы, так, чтобы на языке оригинала, вот он любит так смотреть. Вы выкупаете определенные права на показ одного фильма? Или каким образом вы стремление? Ну, конечно. Ну, либо у нас очень хорошее отношение с какими-то дистрибьюторами нам дают так, потому что, ну, как бы, ну, есть законы, да, согласно которым, если это благотворительный, ну, образовательный условный показ, то за это не взимается фи, да? А еще до пиратка. Взагалей, были такие выпадки, когда за 4 года вы показали какие-нибудь пиратские фильмы? Не, ни разу, ни разу. Тут же показывается новое кино, и тут важно качество, там очень хорошая техника стоит, и важно, чтобы ты пришел в зал, и чтобы вот этот вот звук вот тебя вот накрывало, как куполом, да, чтобы вот это изображение вот такого вот качества, чтобы это все это увидел, там, разобрался во всем. Итак, советы от тебя. Есть кинолюбы, киноманы, люди, которые точно так же фанатеют и понимают в правильном, разумном кино, и хотят развивать, может быть, своих друзей, знакомых, близких, и хотят открывать подобные маленькие клубы в своих городах и центрах. Посоветую, что для этого нужно, помимо инициативы и понятия в киноискусстве? Для этого нужна небольшая техническая база в виде DVD-проигрывателя и проектора, нужна белая стенка или же белое полотно. Розетка на 220 вольт. Так и запрошу. Одно есть. И, собственно, ну и внутренний огонь, как говорили в другую эпоху. Андрей, спасибо тебе большое. Мы через час будем вас продолжать вдохновлять несколькими новостями, но все же. Например, как потрапит у солнечного 3D-павильона? Почему сниматься в Мстителях Тома Хидлстому помогла няня? Ну а також Викторина Відлавика и вы забираете все наши подарки из студии. И сглажайтеся на звезду. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok